Согласно его графику, целью данного движения может быть ни много ни мало 240 тысяч долларов за один биткоин. На графике рост Binance Coin смотрится еще круче, чем у биткоина, и ему обещают еще большие числа, потому что в дело снова вступил фактор биржи Binance. А кто не сообщит о своих активах, получит штраф в размере 50 тысяч рублей, а кто не заплатит налог, с того штраф 40% от неуплаченной суммы. Рад приветствовать на канале CoinPost. Аналитики банка JP Morgan переживают за цену биткоина и за его резко возросшей в последнее время волатильности. По их мнению, это может стать причиной того, что цена не сможет закрепиться выше 50 тысяч долларов. Посмотрим, насколько верны их опасения. Пока же мы наблюдаем обратную картину, и курс биткоина поднялся до 50-2 тысяч. Альткоины тоже радуют. Мы отведем под них небольшой блок в этом видео. А заключительной темой будет налогообложение криптовалют, потому что в этот раз за трейдеров и инвесторов решили взяться всерьез. Это на самом деле важная информация, поэтому поддержите ролик лайком, чтобы YouTube показал его как можно большему количеству наших коллег из крипто-сообщества. Мы начинаем. Актив резко показывает параболический рост. А если он происходит три раза в течение 10 лет, то это настоящий исторический рекорд. Именно так свой прогноз охарактеризовал ветеран трейдинга Питер Брант. Согласно его графику, целью данного движения может быть ни много ни мало 240 тысяч долларов за один биткоин. Что же нужно, чтобы достичь такого уровня? На самом деле, хватит просто и дальше двигаться по пути принятия первой криптовалюты различными компаниями путем выделения части инвестиционных резервов. И пусть Microsoft пока отказались от данной идеи. Их можно понять, потому что боятся стать авторами нового пампа, как это было с Tesla. Так и просто не знают, как на это отреагируют инвесторы корпорации. Напомню, что после того, как стало известно о покупке биткоинов Tesla, их акции не обновили максимум цены, а наоборот, отправились на коррекцию. А небольшим компаниям подобные риски не страшны. И к числу купивших биткоин присоединился производитель медицинского каннабиса из Германии Symbiotic. А помогает этому движению, конечно же, компания MicroStrategy, которая объявила о выпуске облигаций под покупку биткоина на 900 миллионов долларов. Изначально они хотели собрать порядка 600 миллионов, но потом существенно увеличили данную сумму. Если раунд финансирования быстро закроют, это может стать важным аргументом для еще одного роста цены. Еще хочу обратить ваше внимание на новое исследование от Glassnode. Согласно их метрикам, мы находимся в той фазе цикла биткоина, когда до Тузе Муна осталось примерно полгода. Причем текущий цикл развивается быстрее предыдущего. В общем, пристегните ремни, возможно, ракета отправится на Луну раньше запланированного. В прошлый раз, во время аналогичной фазы цикла, цена биткоина прибавила 900%. Также не забудем, что Grayscale продолжает покупать ваши биткоины, когда вы продаете. Потому что они сейчас берут больше, чем добывают майнеры. И уже накопили в своих закромах активов на 40 миллиардов долларов. И обратите внимание, что хорошо прибавляет цене трасс на эфириум, который долгосрочные инвесторы сейчас активно выводят с криптобирж. Раз зашел разговор о биржах, была у вас ситуация, когда приходится писать целые романы в службу поддержки, и все равно ничего не понятно, как они снимают комиссионные. Если это про вас, то обратите внимание на площадку AAX. Я уже говорил о них ранее, это биржа на надежном движке от London Stock Exchange Group. Она имеет одну из самых простых и понятных систем комиссий на рынке. При этом сама комиссия неприлично низкая. Например, на фьючерсном рынке вы платите только 0,02%, независимо от торговой пары. Дополнительно снизить комиссию можно при помощи токенов AAB, которые площадка раздает своим пользователям за выполнение простых заданий в рамках программы Reward Hub. А пока вы не торгуете, можно держать криптовалюту на сберегательном счету под 6% годовых. Проценты начисляются каждый день. Снять средства можно в любой момент без потери дохода. Всю информацию, чтобы начать торговлю на криптовалютной бирже AAX, можно найти по ссылке под видео. Наконец-то эфириум достиг цены в 1900 долларов. Даже видео недавно выпустили, где рассказали, какие причины должны поднять его курс. И теперь самое время перейти к следующей цели в 2000 долларов. Также радует и лайткоин. Цена добралась до 230 долларов. Еще немного и можно будет строить планы на обновление максимумов прошлого цикла. Но лучше всех в эти дни, конечно же, смотрится Binance Coin и его рекорд в 177 долларов. На графике рост Binance Coin смотрится еще круче, чем у биткоина. И ему обещают еще большие числа. Потому что в дело снова вступил фактор биржи Binance. А они вспомнили, что имеют собственный блокчейн. Допилили к нему дополнительную сеть для запуска протокола децентрализованных финансов. И теперь многие считают, что именно к ним будут идти все новые проекты и убегать уже имеющиеся. Для них это выгодно тем, что можно получить быстрый листинг на ведущей мировой криптобирже, что автоматически отправит их токен на Луну. Другие альткоины также растут в цене. А то уже чувствую эту волну возмущения, почему не сказали про мою монету. Важно отметить, что сейчас рынок находится в той стадии, когда альткоины покупают просто потому, что они есть. И как показывает история, дают большую прибыль в сравнении с биткоином. Сейчас очень легко делать прогнозы. Мол вырастет вот эта монета или вон та. Потому что растут фактически все, за редким исключением. И поэтому акцент нужно сместить на то, чтобы выбрать альткоины, которые еще не исчерпали свой потенциал роста и могут делать это быстрее рынка. Здесь традиционно должен быть призыв на подписку. Но возможно, во время монтажа мы уже начнем отмечать достижение уровня в 100 тысяч подписчиков. А осталось менее 50 человек. Всем спасибо за поддержку и перехожу к главной теме видео. Заплати налоги и спи спокойно. Госдума в первом чтении проголосовала за проект закона о внесении изменений в налоговый кодекс Российской Федерации касательно налогообложения криптовалют. Задумали они следующее. Каждый год трейдер или инвестор, у которого есть активы в криптовалютах на сумму от 600 тысяч рублей или чуть более 8 тысяч долларов, по курсу на сегодня должны платить налог на прибыль. Действие закона распространяется как на юридических, так и на физических лиц. А кто не сообщит о своих активах, получит штраф в размере 50 тысяч рублей. А кто не заплатит налог, с того же штраф 40% от неуплаченной суммы. Ну и сам налог тоже, конечно же, заберут. Отчитываться о том, что заработал на криптовалютах, нужно самостоятельно. Один раз в год. Скорее всего, первый отчетный период будет закрываться в апреле 2022 года. Как вы прекрасно понимаете, за новый налог Госдума будет голосовать крайне активно. Это они умеют. К тому же, есть вероятность, что до второго чтения лимит на сумму, подлежащую налогообложению, могут уменьшить. Чтобы под действие закона попало как можно больше людей. А сейчас пауза на несколько секунд и объясню, почему это действительно важно. Напоминаю про биржу AAX. Понятные, прозрачные и, главное, одни из самых низких торговых комиссий на рынке. Можно снизить плату биржи, используя токены платформы AAB, а также получать пассивный доход, 6% годовых просто держа криптовалюту на сберегательном счете. На самом деле, налог на доход существовал и ранее. И если вы получили прибыль с криптовалюты, его нужно было платить. Прийти самому в ФНС, подать декларацию и отдать деньги. Но, как вы понимаете, желающих было не особо много. А самые талантливые делали скрины из биржи и заявляли, что на самом деле потеряли деньги на трейдинге. Так больше не будет. Налоговики уже мониторят операции, которые связаны с криптовалютой и проходят через банки. Также по информации СМИ, они активно ищут выходы на обменники и биржи криптовалют, в том числе зарубежные. И еще напомню, что в скором времени у инспектора ФНС могут появиться полномочия проверять любые счета граждан без решения суда прямо на своем рабочем месте. Вот такие невеселые новости. Если у ваших друзей есть криптовалюта, поделитесь с ними этим видео, чтобы они были готовы к возможным последствиям. И заодно напишите в комментариях, готовы ли вы поделиться с государством своими деньгами в обмен на ничего. А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Канал Коинпост. Подписывайся и просвещайся.